Как интересно, президент Владимир Путин предложил ввести обязательную присягу при вступлении в гражданство России. Об этом он заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, говорится на сайте Кремля. По словам Путина, в этом вопросе можно было бы перенять опыт других стран. «У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят, но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свои намерения стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать на эту тему, Владимир Путин». А я бы сказал, что надо быть последовательным и обязать давать клятвы при получении, например, загранпаспортов, чтобы клялись не общаться в георопах с экс-меньшинствами, либералами, журналистами продажных буржуазных СМИ, не ввозить санкционный сыр, не пробовать его и вообще не впадать в низкопоклонство перед Западом, а также Востоком и Югом. Еще можно клясться и присягать при получении водительских прав, студенческого билета, а при обязательном получении нового паспорта в 45 лет освежать клятву и дополнять ее новыми пунктами по меняющейся политической повестке. А вообще, конечно, мерзко. Я понимаю, что имеется в виду в первую очередь американский опыт, но как же погано, когда от других людей требует присяги человек, нарушивший свою президентскую присягу по большей части пунктов. Вот такую присягу Путин давал, вступая в должность. Я напомню, клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Конец цитаты. Права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию, верно служить народу. Ага. Про целостность и безопасность тоже интересно в свете продажи островов на Амуре Китаю, капитулянской политики в китайском вопросе и в свете двух войн, одна из которых поссорила нас навсегда с огромной соседней страной, а другая подставила Россию под новые террористические удары. За чтение Конституции вас могут арестовать и закрыть на несколько суток. Вас могут посадить в тюрьму за то, что вы гуляете по улицам Москвы, к вам могут ворваться и вырезать дверь болгаркой, потому что вас в чем-то подозревают, а потом выпустить и не извиниться. То, что творится во времена правления Владимира Путина, это не лезет ни в какие ворота. Такого воровства в таких масштабах не было никогда. И этот человек призывает нас давать клятвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова